Огромные витражи на станции метро Кировской участники конкурса на праздничный декор особенно ценят. Простор для творчества и фантазии безграничен. Работа пока не окончена, но художники уже приоткрывают завесу тайны. Злой и страшный ковид прогоняет суровый бык. В 2021 году коронавирусу не место. Чуть дальше известные герои советских мультфильмов и традиционная елка с множеством разноцветных огней. На станции метро Кировской мечтают о победе и подарках. Тем более последние обещают быть практичными. То, что необходимо на станциях в их повседневной жизни. Это термопоты, какие-то чайники электрические, тем, чем люди пользуются ежедневно, для того, чтобы их быт во время производственного процесса был легче. Полностью украшена территория на станции метро Безымянка. Удивительно, но ни к одной из этих работ не прикасалась рука дизайнера. Все своими силами, коллективно. Елочные игрушки, ручной работы, множество снежинок и неизменные портреты символа наступающего года. Осталось только повесить праздничный плакат с новогодними пожеланиями пассажирам. Один сказал, другой подхватил, третий придумал, четвертый нарисовал. Это все идет, ну, как с дружной семьей. Праздничный декор уже по достоинству оценили самарцы. Многие не скрывают, в этом году новогоднее настроение появилось позже обычного. Но украшенная городская подземка заставляет улыбнуться даже в самые непростые дни. Вспомнить детство, запах мандаринов, подарки под елкой и долгожданные школьные каникулы. Я была на спортивной, там нет, конечно, такой красоты. Но вообще очень красиво. Мне нравится. Конечно, поднимает настроение, когда мы с внуком идем, он радует. Смотри, бабуль, какая красивая елочка. Вспоминаю детские елки, которые были раньше. Проходили, хороводы водили. Победителей самой интересной праздничной концепции администрация метрополитена объявит в канун Нового года. Пока же у тех, кто не успел украсить свои станции, есть время подумать над оформлением. Из 10 станций подарками и дипломами наградят всего 3. Ольга Павлова, Василий Калдашов. События.